Коллеги, рядом со мной Александр Иванов, X5 Group. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Да, я Александр Иванов. Я руковожу продажами и развитием DialogX5. Рад сегодня присутствовать на этом чудесном мероприятии. Давайте немножко подробнее о вашей сфере деятельности. Очень интересно. Да, наш департамент занимается созданием, развитием и предложением рынку восьми цифровых сервисов, которые объединены под единый технологический бренд DialogX5. Это портал для поставщиков с широким функционалом. В целом, было бы интересно рассказать подробнее о них. Если есть конкретные вопросы, с удовольствием расскажу. Вопросы есть? Может быть, хотели выделить какой-то сервис, какую-то услугу, какое-то программное обеспечение именно прямо сейчас, сами, волею сердца. Но у меня будут еще вопросы касательно каких-то изменений в течение этих двух месяцев, но, наверное, не будем забегать вперед. Да, безусловно. Но, раз уж упомянули сердце, наиболее близкие для моего сердца это три цифровых сервиса. Для поставщиков, для рекламных агентств и консалтинговых агентств это сервис DialogX5 Targeting, Insights и Logistics. В двух словах о таргетинге. Это, как следует из названия, таргетированная реклама и анализ оценки эффективности рекламных компаний. Insights – это сервис глубокой аналитики для повышения эффективности продаж, маркетинга за счет анализа категории и анализа покупательского поведения. Logistics, как следует из названия, оптимизация цепочки поставок, улучшение взаимодействия между ритейлером, поставщиком, снижение расходов на всех этапах цепочки поставок. Что самое интересное, эти три продукта могут отлично работать в связке, дополнять друг друга, то есть получать достаточно мощную синергию продукта. Замечательно. И такой вопрос, он злободневный. Многие IT-решения в штатном режиме работали, и в какой-то момент, в протяжении вот этих двух месяцев, была перестройка, была перестройка в связи с изменениями, которые нас коснулись. То есть были ли какие-то продукты сильно изменены именно в этих реалиях? Скажем так, пока срок прошел достаточно небольшой, для того, чтобы кардинально внести какие-то изменения. У нас, безусловно, огромная инфраструктура с точки зрения железа, программного обеспечения. Естественно, коррективы вносятся, но это никак не повлияло на наших пользователях, на функционале продукта. Если говорить об акценте, на который смещается именно фокус наших пользователей, наших клиентов, то да, действительно, он изменился. Если раньше использовалось существенно исторические данные для того, чтобы выявить какие-то тренды, то сейчас все эти тренды не работают, и все делают акцент, фокус на ближайшую. У нас даже появилось внутреннее название, такая пульс-аналитика. То есть следят, что происходит в моменте, нужны оперативные текущие данные с максимальным периодом недели. Естественно, под это мы подстраиваем наши аналитические сервисы, дорабатываем отчеты, дашборды, формируем обновленные предложения для наших клиентов с точки зрения функционала системы, с точки зрения поддержки этих систем. Расскажите, поделитесь, может быть, есть какие-то тренды покупательские, которые вот-вот вышли в свет, может быть, их не бывало доселе, и вот сейчас они вышли в свет. Немножко у меня другой фокус, плюс не совсем уполномочен говорить про покупательские тренды. У нас для этого есть специальная служба пиара. Единственный момент, но это ни для кого не секрет, в начале марта были определенные пиковые покупки на ряд товаров, но это общая доступная информация. Сейчас это все сгладилось, в принципе, пришло в норму. Что касается продукции, то, опять же, не секрет, это у нас везде публикуется. Продукция вся в наличии в магазинах, здесь никаких проблем со снабжением пока нет, и, в общем-то, не предвидится. Но что касается импортозамещения, тут тоже все в рамках общей текущей российской ситуации. Замечательно, получается, люди и поставщики поставляют, магазин продает, покупатели покупают, и ваша IT-поддержка работает в полной мере, и все хорошо. В полной мере, в полной силе, на фоновом режиме, естественно, происходят определенные изменения, в том числе структурные, но, как я подчеркну, это все происходит в фоне, никак это не отражается ни на наших прямых покупателях, гостей наших магазинов, ни на наших B2B клиентов, пользователей DialogX5. Замечательно, пожелаем вам удачи, вашей нелегкой работе, и, надеюсь, конечно, покупатели всегда будут довольны и счастливы. Спасибо. Мы очень на это рассчитываем, ждем вас в гости нашей магазины. Спасибо огромное за интервью. Спасибо. 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 Спасибо.